Доходы югорского бюджета выросли на 13 миллиардов рублей. В регионе внесут изменения в главный финансовый документ на этот год и два последующих. По словам директора окружного департамента финансов Веры Дюдиной, основные уточнения проходят по налоговым доходам. Например, план по налогу на имущество организации в 2022 увеличен почти на 3,7 миллиардов рублей. После корректировки изменения коснулись расходов казны сразу по нескольким направлениям. Так, до конца года практически 4,5 миллиардов пойдет на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы. Еще около 2 миллиардов на социальные выплаты. Больше 3 миллиардов рублей регион направит на возведение нового моста через ОПИ в районе Сургута. Кроме того, запланированы средства на выплаты мобилизованным, а также на строительство соцобъектов и переселение граждан из финольного жилья. 13 миллиардов рублей это очень хорошая сумма, которая, думаю, с толком будет использована всеми департаментами и муниципалитетами до конца года. Профессионализм департамента финансов, который сегодня есть в правительствах Антон-Мансийского округа, он позволяет исполнять все те социальные обязательства, которые запланированы. Вместе с тем, по мнению нашей фракции, есть дополнительные возможности, чтобы улучшать вопросы и решение вопросов, в частности, строительство жилья. То есть выделять надо действительно больше на отселение, больше стимулировать отрасль, чтобы как квадратный метр, так и вопрос переселения был для людей гораздо доступнее. В округе решают вопрос об обеспечении медицинским оборудованием. Этот вопрос был одним из ключевых на заседании фракции «Единой России». Оно прошло накануне. В настоящее время в Югре на балансе медицинских организаций состоит почти 135 тысяч единиц медоборудования. В следующем году 56% от этого числа подойдет к предельному сроку эксплуатации. Поэтому депутаты отметили, что необходимо выявить медицинские учреждения, где оборудование нуждается в обновлении. Отмечу, что в 2022 году объем финансирования на приобретение медтехники составил почти 3 миллиарда рублей. В своей информации департамент здравоохранения обозначил, что все-таки приоритетными является это онкологическая, кардиологическая служба, травматологическая служба. И я думаю, что мы приняли еще правильное решение, что рассмотрим этот вопрос на депутатских слушаниях в более расширенном варианте. Курсы военной подготовки для резервистов начались в Нижневартовске. Тренировать военнообязанных югорчан взялись общественники. В столице Самотлора объединение ветеранов спецподразделений «Союз морских пехотинцев» и «Спецназовское братство» на тренировках учат оказывать первую медицинскую помощь, а также помогают вспомнить армейский рукопашный бой и основы обращения с оружием. Все это входит в краткий перечень курса переподготовки военно-запаса, который проводят инструкторы с боевым опытом. Решили не ждать того момента, когда призовутся и обучаться непосредственно в учебных центрах, а уже непосредственно вспоминать и обучаться новой тактике, новым аспектам, непосредственно уже здесь с привлечением опытных инструкторов, которые непосредственно принимали участие в специальной военной операции. Как устроены прямые линии с губернатором Югры? Куда можно написать о том, что тебя волнует? Для чего нужна обратная связь с чиновниками? Ответы на эти вопросы зрители нашего телеканала услышат сегодня, в новом выпуске программы «Югра от первого лица». Время выхода в эфир 17.30. Речь пойдет о том, как в округе выстроен диалог общества и власти. В качестве примеров выступят регулярные прямые линии главы региона. К слову, очередная онлайн-встреча с жителями советского района пройдет уже завтра в 12.00. На повестке вопросы, связанные с развитием муниципалитета. Трансляция будет доступна в аккаунтах губернатора в социальных сетях.